МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Всероссийская благотворительная акция «Белый цветок» прошла в Нижнем Новгороде. Очередная партия гуманитарной помощи отправилась на передовую бойцам Мининского батальона. Каждый должен помогать. Чем может, это и приведет нас к победе. Позывной Гринч. В течение двух недель школьники со всей Нижегородской области своими руками делали белые цветы из бумаги и различные поделки. В день благотворительной акции «Белый цветок» все их труды представлены на ярмарке. Их могут приобрести все желающие, а полученные средства пойдут семьям бойцов спецоперации. На втором этаже тематический мастер-класс по петербуржской росписи. Ее применяли для украшения подноса в 19 веке в Санкт-Петербурге, но она была забыта в 20-м. В последнее время усилиями самобытных народных художников успешно возрождается. Белый цветок символизирует белые ночи Петербурга, а золотая и черная краска – это убранство Питера, богатство. Мамы с дочкой Лилия и Мария Ивановой ради этого мастер-класса специально приехали из Дзержинска. Обе творческие натуры. Мама – дизайнер, а дочь учится на актрису. Очень понравился мастер-класс. Никогда не пробовал такую технику. Даже инструментики нам такие интересные дали. Забыл название, точечки ставить. Очень здорово. Мастер-класс очень интересный. Релаксируешь, кисточкой возишь, красочки, красивые цветочки получаются. Золото. Очень здорово, очень для души приятно, расслабляет. В благотворительной акции принял участие губернатор Нижегородской области. Глеб Никитин купил доску с городеской росписью, глиняную и елочную игрушки и цветы. Глава региона особо отметил, что все вырученные в ходе акции средства будут направлены на помощь семьям участников спецоперации в дополнение к действующим выплатам и мерам поддержки. Белый цветок – это акция, которая вовлекает в том числе молодое поколение то, что дети своими руками делают поделки, которые потом приобретаются, и на эти средства делаются добрые дела – это воспитание именно доброты. А еще здесь две выставки. Одна об Александре Невском, другая – Осветители Луке, подготовленные фондом Елисоветинско-Сергиевское просветительское общество и Институтом всеобщей истории Российской академии наук. Адресная помощь оказывается разным категориям людей, в то или иное время нуждающимся больше всего. И мы безумно счастливы тем, что с огромным энтузиазмом в России вообще воспринимается этот праздник. Сейчас уже география его очень расширилась. Более 30 регионов принимают участие. За последние 12 лет собраны большие суммы на совершенно различные благотворительные цели. Финалом акции стал благотворительный концерт, на котором выступили детские творческие коллективы. Служба информации Ольга Абрамова, Василий Терехин. Бронежилеты, приборы, ночного видения и теплые вещи. Все самое важное и необходимое отправилось на передовую бойцам Мининского батальона из Нижнего Новгорода. Новую партию гуманитарного груза передали сотрудники аппарата регионального парламента. С бойцами они на связи регулярно. Всегда отправляют то, что просят. То есть предоставляют так называемую адресную помощь. Мы ежемесячно отправляем от законодательного собрания, от депутатов законодательного собрания, от аппарата, нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции. Такие посылки теплые, душевные, которые помогают им для своих действий, которые они там выполняют именно в зоне специальной военной операции. Еще догрузим несколько станций разведки передвижных с тепловизором. Все это очень востребовано. Нижегородский боец рассказал об участии в специальной военной операции. Военнослужащий родился в Донецке, несколько лет назад переехал в Нижний. Почти все его родные остались на Донбассе, ближайшие родственники по профессии спасатели и военнослужащие. Военный контракт заключил в этом году. Доброволец говорит, другое решение принять и не мог. Сейчас в отпуске, радуется, что наконец уйдет жену и дочку. 40-летний контрактник служит в автомобильном подразделении. Доставляет воду, продукты, бензин, дизельное топливо на передовую, ремонтирует технику. Говорит, каждый должен помогать, чем может. Это и приведет нас к победе. Я водитель и умею машины ремонтировать. И вот я прям на своем месте. Я считаю, я максимально могу сейчас помочь. Тоже нужное дело, это как раненых лечить. Только это железо лечим. Тоже нужно и ездить, передвигаться и возить. Соперник хоккейного торпеда в очередном туре один из самых титулованных клубов истории КХЛ. Два Кубка Гагарина, два выхода в финал в придачу к ним. Хорошие иллюстрации того, каким задачам «Металлург» держит путь в каждом новом сезоне. К матчу против торпеда хозяева льда были достаточно злы. После трех поражений подряд от Бориса, СКА и ЦСКА. При этом именно магнитогорцы по-прежнему являлись лидерами как Восточной конференции, так и всего регулярного чемпионата. Дополнительная мотивация нижегородцев заключалась в том, что «Металлург» оставался единственной командой КХЛ, которую пока в качестве главного тренера не побеждал Игорь Ларионов. Недолго думая и размышляя, хозяева льда закрывают перью период с двухшайбовым перевесом в свою пользу 2-0. Торпеда в итоге меняет вратаря. Но торпеда проходила подобный расклад, и вот вам второй период, где «Метки Орлов» сокращает преимущество временно непобеждаемых «Металлургов» 1-2. А затем гордый по-торпедовски наш «Фирстов» выравнивает цифры игры 2-2. А здесь уже огорченный «Металлург» меняет своего кипера. В третьем периоде нижегородцы долго подбирали ключи к воротам «Металлурга», порой грамотно защищаясь в меньшинстве. И минут за семь с небольшим до конца третьей 20-ти минутки Василий Атанасов выводит торпеда вперед. 3-2. Ух, как яростный и отчаянный «Металлург» оставшееся время рвался вперед с желанием наказать дерзкая торпеда. За минуту до конца. Тайм-аут. Затем смена вратаря, но тщетно. Впервые повержен, да еще где. На родном льду, казалось бы, непобедимый, да еще в какой борьбе. Теперь до 19 декабря отдыхаем от регулярки и хоккейных игр через день с участием нашей команды. Во вторник принимаем красно-белый московский «Спартак». На льду Нагорного делаем победу, начиная с 19.00. Ждем, очень ждем. Служба информации Владимир Смирнов. Клуб «Самбо Владимир» встречает в своих стенах мирового чемпиона Олега Токтарова. За плечами русского медведя 17 побед в турнирах под эгидой UFC. Пришло время поделиться своим опытом с подрастающим поколением. План тренировки построен заранее. Однако до начала встречи с юными воспитанниками наставник держит интригу. Для меня это секрет. Я всегда подхожу со своим настроем, который отличен от того, который вы ожидаете. Началось занятие со знакомства. Затем важная процедура любой тренировки – разминка. И вот основная часть – задание в спаррингах. Ученики выполняли упражнения с большим энтузиазмом. Я думаю, что это дает ориентир спортсменам, куда стремиться, на кого равняться. Показывает те возможности людей, которые на самом деле безграничны. Для юного Матвея Агапова «Самбо» занимает значимую часть в его жизни. Встреча со всемирным чемпионом стала для него нечто особенным. Очень интересно, очень много интересных проскопов, которые очень интересно изучать, изучить что-то новое. Олег Токтаров известен не только своими спортивными достижениями, но и ролями в популярных голливудских фильмах. Атлетичная форма, полученная во время упорных тренировок, помогла герою обратить на себя внимание многих именитых режиссеров. Применить усвоенные навыки на практике юные спортсмены могут уже 22 декабря на домашнем международном турнире «Владимир», в котором примут участие более 8 стран. Служба информации Артем Клинцев, Михаил Городников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова